Андрей Андреевич, почему у ребенка падает зрение, есть ли эзотерическое объяснение этому? Когда ребенку себя жалко, то у него падает зрение. Именно поэтому, чем больше ребенок себя жалеет, черта характера, тем больше зрение падает. Поэтому психологически, для того, чтобы помочь ребенку, сделая так, чтобы зрение не падало, это говорить ему, что нужно быть смелым, никогда не жалей себя и так далее. Помогает ли это? Да, помогает. Говорю, это правда. Иногда вот такие психологические разговоры могут помочь ребенку существенно изменить судьбу, потому что дети же они лепятся. И если вот говорит ребенку, что никогда не жалей себя, будь всегда смелым, как там у черепахи тортилы было, драться надо так дерись, никогда не знай покоя, плачь и смесь, обидели, ну и что? Надо забывать, надо перескакивать, обнялись и забыли, ты ни при чем и так далее. То есть есть ряд механизмов, которые могут помогать и которыми можно помогать. И вот зрение тогда восстанавливается. А так ребенок промолчит, а ему себя жалко, он потом говорит, о, так мне себя жалко, почему это не произошло, почему мама так сказала, а я вообще не так. И начинается это, и зрение гасится. Гасится.